Здравствуйте, в эфире программа «Диалог». Для казахстанского бизнеса в последние годы делается много полезного. Кто-то успешно развивает свой бизнес, а кому-то в чем-то не везет. Практически со всеми проблемами, с которыми сталкиваются бизнесмены, сегодня занимается Национальная палата предпринимателей Казахстана. Для эффективного решения задач по вопросам защиты прав бизнесменов при Палате предпринимателей Североказахстанской области успешно работает Совет по защите прав предпринимателей, о работе которого мы поговорим с его председателем Инессой Зайнуловной-Куановой. Здравствуйте, Инесса Зайнуловна. Здравствуйте. Вы являетесь председателем Совета по защите прав предпринимателей Палаты предпринимателей Североказахстанской области. Расскажите, пожалуйста, что это за площадка и с какой целью создан данный совет. Для того, чтобы понять, какую диалоговую площадку представляет совет по защите прав предпринимателей, нужно немножко вернуться в историю и вспомнить о том, что в 2013 году, в июле, был принят закон о Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан. Это общественное объединение, которое занимается защитой прав интересов бизнеса общества. Эта организация в регионах имеет свои региональные структуры, а также при Национальной палате предпринимателей и при региональных палатах предпринимателей действуют консультативно-совещательные органы — Советы по защите прав предпринимателей. Совет по защите прав предпринимателей — это общественная структура, это такая организованная диалоговая площадка, на которой могут встретиться представители бизнес-сообщества, государственных органов и других заинтересованных лиц для решения тех или иных вопросов. Республиканский Совет по защите прав предпринимателей возглавляет депутат парламента Гани Касымов, а во всех региональных палатах такие советы действуют на местах. Наш Совет был создан в январе 2014 года, но пока шло формирование, организационные разрешались вопросы. Фактически Совет наш начал работу в июле 2014 года, и вот с этого времени Совет занимается самой главной своей задачей — это защитой прав предпринимателей. А кто входит в данный Совет? В данный Совет могут входить представители государственных органов и общественности. Это должны быть люди известные, авторитетные, к мнению которых будет прислушиваться бизнес-сообщество. В нашем региональном Совете входит прокурор области Зайтлер Степан Степанович, заместитель руководителя департамента агентства Республики Казахстан по госслужбе и противодействию коррупции Мукашев Адельбек Каербекович, адвокат член Президиума Сахаров Юрий Георгиевич, медиатор Пехотина Галина Анатольевна и заместитель Палаты предпринимателей Казиев Женесобаевич. Каковы основные цели и задачи Совета? Поскольку Совет называется Совет по защите прав предпринимателей, то, конечно, главная задача этого Совета — защищать интересы и права бизнесменов-предпринимателей. Каким это образом можно сделать? Во-первых, Совет занимается разработкой каких-то предложений по совершенствованию законодательства, поскольку наше законодательство очень часто содержит коллизии, противоречия, недоработки, которые явно препятствуют развитию бизнеса в Казахстане. Кроме того, Совет оперативно занимается устранением явных нарушений прав предпринимателей со стороны государственных органов, выявляет какие-то системные проблемы, которые препятствуют развитию бизнеса, формирует предложения и направляет их в Национальную палату предпринимателей, которая уже как сформировавшаяся организационная структура, стратегический партнер продвигает эти предложения дальше на уровне республики. То есть по совершенствованию законодательства, по улучшению организационных вопросов с государственными органами. Вот это самые основные цели и задачи Совета. Но еще хотелось бы, конечно, остановиться на том, от кого защищает наш Совет. Защищаться вообще предпринимателям могут, условно говоря, от трех категорий лиц и органов. Это государственные органы, во-вторых, от таких же предпринимателей, и, в-третьих, от граждан, от потребителей. Такое разделение, конечно, условно, но оно позволяет выявить тот круг проблем, решением которых может заниматься Совет по защите прав предпринимателей. В первую очередь государственными органами. Мы знаем, что в работе государственных органов бывают какие-то недоработки, в нашем законодательстве есть какие-то коллизии, противоречия. Вот это все создает так называемые административные барьеры, которые мешают предпринимателям заниматься своим делом, развивать свой бизнес. А мы прекрасно понимаем, что развитый, уверенный бизнес — это один из столпов экономики нашего Казахстана. Вторая категория, то, что касается предпринимателей, когда они спорят с такими же предпринимателями, то это, как правило, обычные гражданско-правовые споры частного характера. Вот здесь уже Совет не может вмешиваться, поскольку такие споры разрешаются в установленном законном порядке. В каком порядке? Если нужна квалифицированная юридическая помощь, то предприниматель может обратиться к адвокатам в юридические фирмы. Если он желает урегулировать мирным способом свой спор, то, пожалуйста, к его услугам медиаторы. Это новое образование специально для альтернативного разрешения водосудебного урегулирования спора. Ну и крайние случаи — это когда предприниматель обращается уже в суд за защитой. Ну и третья категория, если условно так можем сказать, от кого нужно защищать наши предприниматели, это от граждан и потребителей. Потому что мы привыкли говорить о защите прав потребителей, при этом не должны забывать о том, что между интересами и правами предпринимателей и потребителей должен быть всегда определенный баланс. Иногда бывает агрессивен бизнес, тогда нужно защищать наших потребителей. А если себя некорректно и агрессивно ведут потребители, бывают такие случаи, то тут уже в защите нуждаются наши предприниматели. А какие вопросы чаще всего рассматриваются советом? Вопросов очень много. Можно сказать, что буквально за прошлый год в правовой блок палаты предпринимателей поступило около тысячи обращений от предпринимателей, в том числе около трехсот обращений касались вопросов защиты предпринимателей по тем или иным вопросам. Чаще всего это проблемы, которые касаются исполнения соблюдения таможенного законодательства, тарифообразования, земельных отношений, экологии и так далее. Больше всего вопросов у нас возникает в сфере земельных отношений. Это, наверное, понятно, потому что для того, чтобы заниматься бизнесом, развивать его, нужна база, это, как правило, земельные участки. Как только предприниматели обращаются за предоставлением земельных участков, они сталкиваются с наличием административных барьеров. Некоторые из них изначально заложены в законе. Например, в земельном кодексе есть правило о том, что нельзя предоставить земельный участок без правил детальной планировки, ПДП. Когда мы начинаем искать этот ПДП, то выясняется, что в части населенных пунктов ПДП не разработаны, их нет, не предусмотрены бюджетные средства на разработку этих ПДП. И получается, что правило земельного кодекса о том, что каждый имеет право получить земельный участок, оно сталкивается вот с этой неразрешимой проблемой о невозможности предоставить земельный участок при отсутствии ПДП. Как быть в таком случае? Вот этот вопрос, он носит системный характер. Он характерен не только для нашего региона, а для всей республики Казахстан. Поэтому на выявление таких системных вопросов, на их разрешение возможный какой-то выход из такой ситуации и обращает внимание ПДП, в том числе Совет по защите прав предпринимателей. В качестве примера еще можно сказать, что поскольку были выявлены какие-то системные проблемы в сфере администрирования, то Совет по защите прав предпринимателей рекомендовал прокуратуре и Палате предпринимателей провести проверки на наличие административных барьеров как в деятельности государственных органов, так и в законодательстве. А сколько советов уже проведено и сколько положительно решено вопросов? Нужно отметить, что Совет, поскольку реально приступил к работе только начиная с июля 2014 года, то заседаний было проведено за это время шесть. Было на них рассмотрено 18 вопросов, из них решено положительно 12. На первый взгляд это небольшие цифры, но за каждой цифрой стоит успешно разрешенное какое-то дело, успешно защищенный интерес или право конкретного предпринимателя. Например, регистрирующий орган отказал акционерному обществу в регистрации изменений, которые акционерное общество хотело внести в учредительные документы. Мотивировал этот отказ регистрирующий орган тем, что был пропущен месячный срок. После обращения в Палату предпринимателей этот вопрос был тщательно изучен. И установлено, что месячный срок не установлен в качестве условия для регистрации таких изменений, и его пропуск никаким образом не может влиять на права и интересы акционерного общества. Только после того, как на заседании совета представитель регистрирующего органа встретился с представителем акционерного общества, этот вопрос был положительно разрешен. И в настоящее время проблема эта устранена. Хотелось бы услышать конкретные примеры. Расскажите, пожалуйста. Конкретные примеры имеются. Например, одно ТО в течение почти трех лет не могло получить долг около 7 миллионов с государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения, поскольку это предприятие находилось в стадии ликвидации. Казионное предприятие создается, учрителем его является Акимат, поэтому совет на заседании пригласил представителей Акимата, ответственных лиц с ликвидационной комиссии и предпринимателей. На заседании были заслушаны все стороны, были обсуждены некоторые положения законодательства о банкротстве и рекомендовано разрешить этот вопрос в досудебном порядке. Этот вопрос был благополучно разрешен. После трех лет не получения денег, буквально в течение двух месяцев предприятие рассчиталось со своим долгом и предприниматель получил свой долг в 7 миллионов тенге. Я думаю, что это достаточно хороший показательный пример реальной эффективной работы Совета. Вы сказали, что палатой проведено уже 6 заседаний Совета. Рассмотрено 18 вопросов. Как Вы считаете, с какими основными проблемами сталкивается наш сегодняшний предприниматель? И что конкретно мешает развитию бизнеса? Как я уже сказала, проблем очень много. Наш предприниматель может столкнуться с множеством проблем, но вот если попытаться систематизировать те обращения, с которыми обращаются к нам предприниматели, то можно выделить следующие вопросы. Это в первую очередь непрозрачность некоторых государственных услуг. Далее, очень часто меняющиеся законодательства. Например, быстрые изменения в налоговом законодательстве, они, конечно, мешают существенно предпринимателю правильно вести налоговый учет, сдавать налоговую отчетность, что влечет для него негативные какие-то последствия. Само по себе несовершенство нашего законодательства. Например, законодательство в области государственных закупок, оно уже давно является предметом обоснованной критики, что-то в нем меняется. Тем не менее, вопросы в этой сфере остаются, в том числе вопросы, связанные с тем, что эта сфера остается наиболее коррупционной. Кроме того, характерна такая проблема, как неисполнение судебных решений. Вот все эти вопросы, они негативно влияют на развитие нашего бизнеса в нашем регионе и не только в нашем регионе. Что можно с этим сделать? Вы знаете, что чаще всего у нас споры разрешаются в суде. Это влечет большую нагрузку на суды и не всегда судебные решения быстро исполняются. Вот в развитых государствах одним из способов разрешения таких вот конфликтов является коммерческий арбитраж. У нас давно был принят закон о коммерческом арбитраже, но в силу различных причин он не получил своего развития. Поэтому в настоящее время Национальная палата предпринимателей занимается продвижением этого закона с целью, чтобы коммерческий арбитраж стал реальным, альтернативным способом разрешения споров. И его реализация, конечно, приведет к тому, что какой-то уровень конфликтности будет снижен. То есть предприниматели получат доступ к защите своих прав и интересов не только у государственных органов, но и у коммерческого арбитража, который имеет больше, так скажем, средств, диапазон каких-то мер для того, чтобы уладить эти конфликты. А кто является, скажем так, стратегическим партнером палаты в решении вопросов по защите законных прав предпринимателей? Ну, поскольку в основном проблема у предпринимателей с государственными органами, то и стратегическими партнерами Палаты предпринимателей и Совета будут являться, конечно, государственные органы. В первую очередь это прокуратура, с которой имеется меморандум о сотрудничестве и в заседании каждого Совета по защите прав предпринимателей принимает участие прокурор. Это позволяет прокуратуре непосредственно участвовать в обсуждении каких-то проблем, в принятии решений, и представители прокуратуры напрямую, без посредников, доводят до прокуратуры те решения, рекомендации, которые принимает Совет. Чаще всего эти рекомендации сводятся к тому, что рекомендуется провести проверку в той или иной сфере. Например, по вопросу административных барьеров, в сфере земельных отношений и так далее. Например, по одной такой рекомендации были проведены проверки в земельных органах по содержанию договоров. Вот такие договоры об аренде земельного участка. Типовой договор предусматривает возможность предусмотреть дополнительные условия. А какие это условия? Вот в Темиряевском районе нашей области земельные органы включили в такой договор дополнительные условия, что предприниматель будет отчислять часть своей прибыли в фонд поддержки предпринимательства, далее будет участвовать в строительстве офиса политической партии, строительстве мемориалов, комплексов и так далее. То есть активно принимать участие в социальной жизни своего населенного пункта. Однако, когда мы этот вопрос рассматривали на Совете, мы пришли к выводу о том, что такие дополнительные условия, они содержат коррупционную составляющую, которая позволяет оказывать государственным органам как будто предпочтение, лоббировать чьи-то интересы. Потому что если исходить из положения земельного законодательства, то логично сделать вывод о том, что дополнительным условием договора об аренде земельного участка должны быть условия, касающиеся эксплуатации этого земельного участка, улучшения его плодородия и так далее. Но никак не отчисление прибыли или строительство офиса политической партии. Поэтому Совет по данному вопросу обратился к прокуратуре с предложением провести проверку такого договора на предмет его законности и соответствия закону. Еще одним стратегическим партнером является Департамент агентства Республики Казахстан по государственной службе и противодействию коррупции. Поскольку часть вопросов можно решить именно в соответствии с законодательством о борьбе с коррупцией. Хотелось бы услышать, какие планы на предстоящий год? Планы следующие. 2015 год объявляется годом регионов. То есть теперь активная работа должна развиваться не только в центре Петропавловске, но и в сельской местности. Это актуально для нас, потому что наша область является аграрной. Очень много бизнеса у нас именно в сельской местности. Поэтому в 2015 году Совет планирует выездные заседания в районы, чтобы там на местах предприниматели могли непосредственно прийти на заседание, обратиться со своими просьбами, с заявлениями, непосредственно с местными исполнительными органами этот вопрос рассмотреть, предоставить им возможность высказаться, выслушать друг друга, понять друг друга и разрешить оперативным путем какие-то проблемы. Это в первую очередь. Во вторую очередь, это вопрос повышения авторитета Национальной палаты предпринимателей и региональной палаты. Это доведение до сведений всех предпринимателей о наличии такого общественного объединения и возможности защищать свои права, интересы, обратившись в палату предпринимателей. Активная работа со средствами массовой информации для того, чтобы делать обсуждение вот таких проблем публичным, чтобы доводить до сведения населения, общественности, результаты нашей работы. Вот такие вот планы у нас на 2015 год. Спасибо вам, Инесса Зайнуловна, что сегодня пришли к нам в гости, ответили на все наши вопросы. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. И напоминаю, что сегодня в студии была председатель Совета по защите прав предпринимателей Инесса Зайнуловна Куанова. Это была программа «Диалог». Актуальные темы, интересные собеседники. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова